СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ Новому образу, который создался благодаря статьям у меня в голове и в душе, вообще стало возможным и произошла самая главная встреча в моей жизни. Теперь я поделюсь с вами впечатлениями и результатами прохождения марафона женственности Кольги. Начнём с того, что такое марафон для меня. Для меня марафон — это инструмент для работы над собой по-женски. Это инструмент для планирования, для разбора завалов, для того, чтобы идти к своим целям каждый день маленькими шишками. И, в конце концов, это общение с единомышленницами. В марафоне обязательно заполнить 100 своих желаний, каких-то маленьких целей. Скажу, что для меня непросто было найти сразу 100 желаний, которые у меня есть. И я их заполняла в течение всего марафона, понемножку дополняла. На данный момент у меня исполнилось 42 мечты маленькие, 42 желания из 100. И примерно 11-12, думаю, исполнятся в течение ближайших двух недель. Также марафон ещё полезен тем, что благодаря заданиям, которые даются, и ты выполняешь каждый день или раз в два дня, я, например, поняла, какие у меня сильные и слабые стороны, какие аспекты женственности во мне развиты сильнее, а какие меньше. Например, практически всегда я считала самым важным начитанность, умность, наличие ума, знаний. И я недостаточное количество внимания уделяла внешнему проявлению женственности, своему внешнему виду, красоте. И, соответственно, на данный момент я над этим работаю, и это один из моих приоритетов. Также внутри марафона есть обязательное задание ежедневное, как действие — это писать 10 благодарностей себе, окружающим людям, Богу. И так как ты это делаешь каждый день, вырабатывается привычка благодарить, привычка благодарить окружающих тебя людей и просто привычка находиться в состоянии благодарности. Благодаря этому я за собой заметила, что у меня пропало ощущение, что когда-то будет хорошо, у меня очень сильно укоренилось ощущение, что сейчас уже всё хорошо, что я сейчас благодарна за всё, что меня окружает и за всё то, что у меня уже есть в моей жизни. И это замечательное ощущение, очень-очень важное. Оно добавляет спокойствия, гармонии, уверенности. Кроме этого, марафон, скажем, важен и полезен тем, что даётся большое количество информации новой, большое количество каких-то статей, медитаций, может быть, книг, лекций, которые невозможно за период марафона, за эти два месяца, ну, скажем, впитать, переварить или вообще просто потребить. Поэтому даже после марафона, как, например, было с моим первым марафоном, очень большое количество информации, которая поступила, продолжало влиять и провоцировать перемены во мне уже намного позже марафона, спустя какое-то время. И, конечно же, немаловажный момент — это общение с единомышленницами. Во время марафона есть возможность читать отчёты других девочек, комментировать их. Они также могут читать и твои, то есть мои отчёты, комментировать, может быть, давать какие-то советы, если ты просишь. Это помогает увидеть в других девочках какие-то ситуации, похожие на твои собственные, которые есть у тебя в жизни. Те цели, которые ставят девочки, как они к ним идут, их истории, которыми они делятся, очень вдохновляют, очень мотивируют самой не останавливаться и идти вперёд. И ощущение поддержки, что есть ещё другие девочки, которые занимаются тем же самым, чем и ты, ставят цели и достигают их по-женски. Это очень поддерживает, очень поддерживает. И благодаря марафону у меня появилась новая подруга в моём городе, Алина. Мы с ней встретились, познакомились, и я уверена, что мы будем поддерживать отношения и контакт. И также с ещё одной девочкой мы запланировали встречу, она тоже из моего города. И я думаю, что завяжется ещё одна новая дружба. Как изменилось моё физическое состояние? Ну, затрону тему юбок. Такую очень актуальную, горячую, всеми обсуждаемую тему юбок. У меня раньше были периоды, когда я носила юбки. Может быть, неделю, две, либо просто я их чаще начала носить, чем раньше. Первое время это было очень для меня необычно. Я немножко стеснялась, я не была уверена в себе, мне было как-то непривычно, неудобно. Я не знала, как их носить, чем их носить. И вот такое было ощущение. В этот раз, в течение этого марафона, я намного-намного чаще, я не буду говорить полностью, я стараюсь не делать это каким-то абсолютом, не буду говорить, что я полностью на 100% перешла на юбки и платье. Но я их ношу намного-намного чаще. И именно сейчас я почувствовала новую плавность во мне, именно тот эффект, о котором мы можем читать, и мы много раз слышали. Во мне появилась плавность, уверенность в себе по-женски, уверенность в своей красоте. У меня также появилось полное приятие своего тела. Конечно же, у нас у всех был период, когда мы не любили себя, не принимали, в частности, свой внешний вид, свой физический облик. И я делала какие-то шаги к этому. Я старалась полюбить себя такой, какая я есть. Но именно сейчас я чувствую, что это произошло полностью. Я люблю и принимаю себя и свое тело таким, какое оно есть. Во время марафона сбылась одна из моих, можно сказать, даже заветных мечт. Я достигла своего идеального веса. Я была очень счастлива, когда я встала на весы и увидела эту заветную цифру. Я заметила, как у меня улучшилось состояние кожи, состояние волос. И еще одно замечательное событие, которое произошло во время марафона. Я сдала анализы, и мне сказали, что мой гормональный фон практически полностью налажен. Раньше у меня был повышенный мужской гормон, и мне не доставало женских гормонов. Сейчас все в норме, чему я безумно рада и счастлива. Я не буду говорить, что это заслуга только лишь юбок или только лишь марафона. К этому было приложено достаточно много разных усилий, но, тем не менее, и юбки, и марафон внесли свою лепту немаловажную. Ну и кроме всего прочего, мое состояние, мой внешний вид, и в том числе юбки и платья, и то ощущение женственности, которое оно передает, и которое я сама стараюсь нести, замечает мой муж. Его это радует, и меня не может не радовать то, что мой муж счастлив. Хочу вам рассказать о том, как изменились мои отношения с окружающими. Большой отклик во мне вызвало задание марафона «Я самая умная». О своем зазнайстве и гордыне я узнала не так давно. Ну, то есть, как узнала. Я, наконец-то, заметила это за собой. И благодаря марафону, благодаря тому, что я отслеживала свое состояние, свои мысли, анализировала, я стала более терпимой. Я стала больше принимать людей такими, какие они есть. И эта терпимость, она происходит не из-за того, что я просто молчу, или я терплю, но я злюся, а именно от спокойного приятия и позволения людям быть такими, какие они есть. И от позволения им, может быть, ошибиться или сделать что-то не так, и в этом нет ничего такого. Я намного меньше умничаю и поучаю. Признаюсь честно, мне это отдаётся нелегко. Мне достаточно часто, к сожалению, кажется, что когда люди что-то делают или говорят, мне кажется, что я знаю лучше, что я бы сделала по-другому, и так как я бы сделала это правильней. И довольно часто меня такие вещи раздражают. И в течение марафона я очень сильно отслеживала эти состояния и моменты, и на определённый процент я всё-таки от этого избавилась. Также благодаря марафону, тем заданиям, которые я проходила, я лучше понимаю себя, я лучше слышу себя, я отслеживаю свои состояния, и я вовремя могу выстроить какие-то границы и рамки, чтобы оградить себя от пагубных для меня каких-то воздействий или общений. И также я вовремя могу ограничить людей, может быть, от какого-то своего нехорошего настроения или состояния, чтобы их как-то не расстраивать. также я проще прощаю себя, я меньше виню и ругаю себя в каких-то ситуациях. И как следствие, такое приятие себя позволяет легче и лучше принимать других людей. И как ещё одно следствие всего вышесказанного, я стала более честная с собой и, соответственно, более честная с окружающими людьми. И люди это замечают и говорят мне. Хочу рассказать о положительных изменениях в наших отношениях с мужем. Во-первых, я чувствую в себе состояние, и могу сказать, что оно даже уже фоновое, практически постоянное, состояние благодарности за всё то, что уже есть, за всё то, что муж мне на данный момент даёт. У меня нет какого-то лихорадочного желания его поменять, или я не жду момента, когда у нас будет что-то, когда у нас будет то-то, или когда он сделает что-то. Я абсолютно не жду этого момента, и мне хорошо, и я счастлива на данный момент. Во время первого марафона у меня не было такого ощущения. Постоянно были какие-то внутренние конфликты. Сейчас устаканилось такое внутреннее приятное спокойствие и состояние благодарности. Кроме этого, я довольно большой акцент делала на то, чтобы научиться разговаривать с мужем на какие-то важные темы. И чаще всего эти важные темы, они какие-то конфликтные, либо травматичные. И я по своей натуре часто могу замкнуться в каких-то конфликтных ситуациях и просто накапливать. Это очень большая проблема у меня была. И во время этого марафона я заставляла себя не молчать, а говорить. Говорить, обсуждать и стараться прийти к какому-то консенсусу. Порой это сложно, иногда это бывает даже неприятно, но в итоге результат он всегда очень хороший. Кроме этого, с момента знакомства со статьями Ольги я старалась принимать мужа таким, какой он есть. Шажочек за шажочком, всё больше и больше полностью. Потому что мы все люди, и нам постоянно что-то не нравится, мы чем-то недовольны. И вот по отношению к мужу я старалась все эти моменты как можно больше преодолеть. И сейчас, опять-таки, благодаря марафону я чувствую, что я ещё на какой-то такой шаг значительный приблизилась к этому. И какие-то моменты, которые меня раньше раздражали, я научилась их принимать. С какими-то вещами я научилась работать, то есть либо правильно реагировать, либо правильно не реагировать. И это ещё как бы укрепляет наше взаимоотношение с мужем и улучшает. Ещё в марафоне было много заданий на проработку сценариев рода, каких-то родовых программ и вообще взаимоотношения с родителями и родом. Хочу сказать, что благодаря медитациям и заданиям, которым я выполняла, выстраивается какая-то правильная иерархия между мной и моими родителями и родом. Я чувствую, как, опять-таки, из-за моей какой-то гордыни, о которой я уже рассказала, ощущение, что я знаю лучше всех, всё. Я не могла, у меня было недостаточно уважения и к родителям, и вообще ко взрослым людям. Сейчас я постепенно нахожу своё место, своё иерархическое место, где я должна быть, и чувство благодарности к моим родителям и вообще ко взрослым людям. И благодаря этому я чувствую, как улучшились отношения с моими родителями, со всеми. В общем, это главные, самые важные перемены, которые принёс мне марафон женственности. И за сам марафон я очень благодарна Ольге Валяевой и её мужу Алексею Валяеву за такой проект, за такой прекрасный, опять-таки, инструмент для работы над собой. Я очень благодарю девочек, которые читали меня, комментировали, поддерживали и вдохновляли. Всем большое спасибо за внимание. Пока! Субтитры подогнал «Симон»